Друзья, я только проснулся и вот там на улице, не знаю, 8 утра, и вот все требуют немедленно отвечать, что случилось с бедным на улице. Вот даже не побрился, сразу отвечаю, не помылся, глаза не протер, вот, значит, ему некому отравлять бедного Алексея Навального. Я думаю, это обычное отравление. Ну, знаете, похожая ситуация была вот с Димой Быковым. Вот то же самое, потерял сознание в самолете, там, отравление. Отравление бывает вот такими, серьезными. Посадили самолет, отвезли в больницу, промыли, там, в искусственную кому, чтобы лечить легче было тело. Это может быть обычное отравление, я не знаю, почему-то ко мне... А, ко мне обращаются, что неверна моя теория о том, что Навальный сотрудничает с Кремлем. Ну, есть же ведь объективная информация, которую невозможно не признать. Нельзя снять с квадрокоптера резиденцию президента России. Просто по закону. А если снять, это будет разбирательство. Нельзя начать скачивать информацию про генерала КГБ, там, премьер-министра. Просто расстреляют на месте. Это может сделать один человек. Ну, группа ФСБ, там, следственная. И один человек, Игорь Сечин. Мишустин. Ну, неважно. Тут, понимаете, как... Вот хочется верить, что он оппозиционер. Ну, пожалуйста, верьте. У Высоцкого прекрасная есть по этому поводу. Песня, стихотвори. Все говорят, она наводчица. А мне плевать. Мне очень хочется. Ну, хочется, верьте, верьте, что вороги отравили Алексея. Непонятно, какие вороги, потому что вроде бы он сотрудничает, там, и с оппозицией, и с самыми отвратительными этими чекистами. Я думаю, я уверен. Это обычное отравление. То, что это используется для дополнительной раскрутки Навального, ну, это очевидно. Ну, не будет передавать государственного агента, агентство РИА Новости информацию об отравлении оппозиционера, там, Димы Быкова, ну, не будет. Или там, плохое самочувствие в больницу попал один из лидеров оппозиционной партии. Серьезная очень, так сказать, больница, серьезное заболевание. Ну, об этом знали ближайшие сторонники. Никто больше. Государственное агентство даже не заинтересовалось. Я очень хорошо понимаю, что это раскрутка, это реклама. Там, бедный оппозиционер, самолет посадили. Ну, как согласуется, ну, много сторонников вот здесь, даже в Соединенных Штатах, дурачков, которые хотят, чтобы Навальный был лидером оппозиции. Да ну, пожалуйста, считайте его лидером оппозиции. И изготовьте портрет его, там, повесьте на стену. Я ж не возражаю. Вот. Но от этого вы не перестаете быть идиотами, которые верят всем сказкам, которые рассказывает пропагандистская компания. Через свои основные СМИ, агентства, информационные агентства, все, газета, лента, абсолютно продажные, там, государственные ри-новости, все дали информацию. Про Касьянова такую информацию дают? Ты лидер партии? Да нет, конечно. Так что, сегодня праздник дурачков. Верьте, пожалуйста, что это враги, что это вот серьезный оппозиционер, лидер оппозиции. Я не возражаю. К сожалению, это не... Приведет к консолидации оппозиции, к тому, что оппозиция станет серьезной силой. Вот. Потому что такие люди возникают, появляются, их создают для того, чтобы ослабить оппозицию. Вот. Но, понимаете, заставить людей быть умными я не могу. Какие есть.